Друзья, всем привет! 25 июня 2024 года и сегодня мы будем проводить тест по профессии жрец Шилинг. Сравним показатели с божественным храмовником, повелителем стихий и другими профессиями. Погнали! Итак, сегодня будем рассматривать Шие, потому что вы проголосовали за эту профессию в телеграм-канале. Хотя я надеялся, что будем рассматривать Берса, но Берс чуть-чуть проиграл. Также у нас можно было проголосовать за Варкраера с Луком. Но я думаю, Варкраер с Луком сейчас вообще никому не интересен. Но тем не менее, когда-нибудь тест и на нем мы сделаем. В первую очередь рассматриваем Шейха, то есть буст. Если смотрели предыдущие ролики, я думаю, вы уже знаете, но можем пробежаться быстренько. Здесь у нас камни, дальше талисманы, агатионы. Что касается статов. Статы Мудрость 67, да, ниже я просто не могу сделать. Интеллект 158, посмотрите, сколько здесь маг-атака, да. Помню то, что рассматривали мы СБшку. СБшка, по-моему, даже 100 тысяч маг-атаку не смогла набрать. Здесь уже 154. Что касается скиллов. Давайте посмотрим в первую очередь скиллы, которые можно заточить. Но, по-моему, здесь все довольно-таки так плачевно, да. Ничего интересного, как, например, у Повелителя Стихии или у Магистра Магии здесь нет. Однозвездочное умение здесь нам прибавляется. Посматриваем все уровни. Маг-атака немного, да, то есть вообще на 50 прибавляется. Это ужас, да. ХП 500 добавится. И так у нас 500 на 0 уровне есть. Здесь 500 добавляется. Дальше идет плюс 1000. Маг-атака плюс 150. Это вообще, конечно, это ужас. Здесь 500 это максимально. И Макс ХП 3000. То есть, по факту, если это точить, да, однозвездочный скилл, то только ради Макс ХП плюс 3000. И это довольно-таки мало. То есть, напоминаю, что у Магистра Магии, да, когда мы точим вот этот скилл с 0 до 3, который нам обязательно проточить, чтобы получить дополнительный нюк, да, там у нас будет Макс ХП, по-моему, если не ошибаюсь, плюс 5000. Здесь всего лишь плюс 3000. То есть ужасно. Двузвездочные умения. Сильные дети ширин. У нас здесь вот бонус установления П плюс 5%. Маг-атака плюс 107. Шанс крит-атак Маг-умений плюс 10. И что добавляется нам? Шанс крит-атак Маг-умений плюс 11%. То есть, 1% всего лишь. И плюс 250 Маг-атаки. Тоже очень мало. Плюс 250 снова Маг-атаки и 1%. Ну, вообще, короче, везде добавляется нам по 250 Маг-атаки и по 1%. Следующее умение довольно-таки интересное. Кстати, давайте посмотрим, как оно вообще бьет. Это умение называется Отмщение. Трехзвездочное умение. Оно не наносит урон. Не должно, по крайней мере. Да, не нанесло урон. Просто, то есть, у нас для целей окружающих ее противников на 10 секунд эффективность получения лечения минус 75%. То есть, получается, если цель кто-то будет лечить, да, и, наверное, если банки будет кушать, то ничего, ну, будет очень-очень мало восстанавливаться. Скорее всего, это в основном для ПВП, да. Но если мы точим, то здесь кое-что добавляется нам как для ПВП, так и для ПВЕ. Во-первых, добавляется нюк. Но нюк очень-очень слабый. Как просматриваем все уровни. Добавляет атаку. Вот здесь написано, добавляет атаку. Атакует цель и окружающих ее противник магии. Мощность 100. Это очень-очень маленькая мощность. То есть, если мы сравним темный луч, то здесь мощность, это на 95 уровне, правда, единственное, да, 203. Ну, можете посмотреть, сколько на 90, на 91 добавляет. Я думаю, там все равно больше, чем 170, наверное. Если сравнить темным крахом, да, ну, понятно, 4 звезды умения ни у кого практически не может быть. Здесь мощность, кстати, всего лишь 130. Тоже очень маленькая мощность почему-то. В общем, мощность в любом случае маленькая. И КД здесь составляет 1 минута. То есть, если даже... Сколько у меня время перезарядки здесь? Время перезарядки умений составляет 60%, да, почти 61. То есть, мы ударяем этим умением. И в откате еще 23 секунды. Постоянно использоваться она не будет. То есть, как что-то типа, как Клифф Солдыш, наверное, да, довольно-таки долгое восстановление. Дальше у нас, если эффект в ПВЕ, физатака накладывается минус 30, да, на цель, физзащита минус 20. Ну, то есть, это для кача в пати может быть неплохо. Потому что мы бьем магической атакой, нам смысла нет то, что мы отнимаем у моба минус 20%. Плюс 2 у нас здесь минус 20%. И теперь Нюк будет бить не 100, а 120 на третьем уровне. 140 будет бить. Здесь есть вот как эффекты в ПВП, да, но опять же, физатака минус 900. У кого вы там будете 900 отнимать? Там у некоторых людей, наверное, там, ну, Шейка там по 50 тысяч может быть физатака и так далее. То есть, это 900, я не знаю, ну, только у работя каких-то забирать, да, может быть. Есть смысл. И физзащита минус 900, тоже это не особо так сильно. Смотрите, как моба меня окружили. Давайте тогда заодно покажу вам 4-х звездочное умение. Называется Темный Крах. То есть, оно у нас атакует магией целей окружающих противников. Мощность 130, да, КД все равно здесь тоже большое. Время перезарядки, кстати, минуты 30. То есть, очень-очень большая перезарядка. Но здесь, я так понимаю, это вообще в основном оно для ПВП. Я, кстати, играл за Ше, и могу сказать, что после того, как я перешел на Повелители Стихии, я понял, что Ше это, ну, ерунда по факту. Темный Крах используем. Вот такая анимация красивая. Кресты здесь видите. Но, тем не менее, да, если брать Ше в пати, то в пати Ше может быть очень неплохо. Потому что есть Стигма, да, есть массовый, есть обычный Стигма. И сопротивление оружия ближнего боя минус 60% и магзащита минус 30% отнимает. И причем она кастуется, и кастуется быстро, и время перезарядки здесь быстро. Посмотрите, то есть сколько оно там. Вон, пару секунд будет буквально откат. Но, понятно, если время перезарядки у вас будет меньше, то оно будет чуть подольше. Но, а так, это прикольно. То есть, что касается удара, да, то есть у нас есть темные лучи и есть сила небес. Если у вас время перезарядки больше, чем 50%, то можно стоять только на темном луче. Если меньше, то желательно стоять темный луч плюс сила небес. Как обычно, Шейха будем тестировать на 11 этаже башни дерзости. Взял я еще дополнительные бафы. Как обычно, у нас сила всех крит-атак плюс 15. Мощность умений плюс 10. Шанс крит-атак маг умений плюс 21. И посмотрите, до скольких у нас здесь разогналось. Маг крит-атак у нас составляет 638. Показатели сброшены. Ребаф также у нас 18 минут остается. Засечем 15 минут и посмотрим. Повелитель стихийно фармил у нас почти 8 миллиардов чистого опыта. 3-4. Фармим только на темном луче и темный крах. Блин, вот ненавижу я здесь проводить тесты, потому что вылазит этот дурацкий ридбосс. 49 минут до конца. Я надеюсь, что он не вылезет. Короче, мы сейчас его добьем, и тогда я начинаю все это заново. Попытка номер 2, но теперь не должен... О, кстати, что-то упало там. Не, какая-то, ладно. Будем смотреть, а то меня еще убьют. Сбрасываем показатели. Ребаф сделан. 3-4. Блин, ну вот, вот теперь еще и умерли. Ну как так-то? Ну хватит, блин. Итак, третья попытка. Сейчас не хватает, знаете чего? Сейчас не будет хватать того, чтобы произошел дисконнект 3-4. Дисконнект или, может быть, тестовый сервер и новый сейчас отрубит. Такой тоже может быть. Кстати, вот проседал по хп и сейчас проседает, да? То есть, очень-очень так на тоненько удержались. Но сейчас лучше, кстати, чем второй раз, когда вот умерли. Так, остается 10 секунд. И если честно, то, по-моему, совсем неплохо. Показатели будут не очень плохие. Дин, все, стоп. Закончили. Так, главный период бежать, чтобы меня не убили. Хотя, убьют, ничего страшного не будет. Вы можете видеть светочи, которые нам упали. Их примерно у нас получается на 7 миллиардов 200, я так понимаю. Грязный опыт 14 миллиардов 770 миллионов. И вот, если мы вышли вот эти светочи, то узнаем чистый опыт. Очень крутые показатели у шейха получились. То есть, хуже, чем у Повелителей Стихии. Да, хуже, чем у Магистра Маги с заточенным на плюс 3 1-звездочным скиллом. Но намного лучше, например, чем у УСБ. То есть, это связано с тем, что все-таки Шее бьет Масуха. То есть, периодически вот этот темный луч срабатывает как Масуха. И, видимо, из-за этого фарм вышит. Плюс еще был, конечно, у нас темный крах, который тоже Масуха хорошо бьет. Конечно, у УСБ есть, да? Там скилл Леопольд. Но все равно, я думаю, темный крах может быть поинтереснее намажет. Так, сейчас мы будем тестировать. Но, да, конечно, не стоит сравнивать исключительно по шейху. Я думаю, то, что работяга, да? Но это не совсем работяга. Это что-то между работягой и умеренным донатом. Должно быть, конечно, отрыв больше по Повелителю Стихии. Да, Повелитель Стихии должен быть намного интереснее. То есть, здесь по статам. Как обычно, я делаю 90 на 50. И здесь у нас все то же самое, как обычно, да? Если смотрели мои предыдущие ролики. Тоже Талисман Бениры. Это чтобы набрать нам статы. Акдеон Влакаса я убрал. Фармить будем. Понятно, то, что темный крах отрубим у работяги, да? Не может быть 4-х звездочной книги в большинстве случаев. Либо темный луч. Я думал, поставить либо один темный луч, либо темный луч силы небес. У нас вообще 95 уровень, да? И с 90-го у нас прекращает качаться сила небес. И качается только темный луч. Но, учитывая, что у нас время перезарядки не хватает до 50. Причем там в районе 3% не хватает. Я думаю, все равно будет лучше на 47-23. Около 3% до 50 не хватает. Я думаю, будет лучше в любом случае у нас качаться с темным лучом. И с силой небес. 3-4. Остается 10 секунд. Ну и вот, в принципе, все приходит в порядок. Я вот примерно такие показатели как раз и ожидал. Около 130 миллионов у нас сейчас набито. Все, закончили. Отбегаем. 131 миллион набито. Напоминаю, что повелитель стихии у нас нафармил в районе 200 миллионов. Божественный хромовник меньше, чем 200. Ну и вот очень интересно то, что вообще переформила ШиЕ СБ. Куда у нас? Неожиданно на самом деле. Но это, видимо, вот именно на таком бусте. Я уверен, что если буст чуть-чуть апнуть, да? То СБ должна, в принципе, наверное, будет перефармить ШиЕ. По крайней мере, когда я играл за ШиЕ, я вел то, что многие СБ меня перефармили. Ну что, давайте подводить итог. В общем, я как человек, который долгое время играл на ШиЕ, могу вам порекомендовать не садиться на ШиЕ, да? А лучше играть все-таки на повелителе стихий. То есть после того, как я сделал реролл 24 апреля из ШиЕ в повелителе стихий, у меня фарм Адены возрос очень сильно. То есть если я фармил 2 миллиона Адены в каньоне Горда в час, то стал фармить на повелителе стихий где-то 3,5 миллиона. То, что там показало очень хороший фарм ШиЕ на бусте для шейхов, это не сравнивайте. Это очень-очень будет дорого. То есть если даже вы вложите там 500 тысяч, да, рублей в своего персонажа, не будет он даже рядом стоять с повелителем стихий. Повелитель стихий все равно будет процентов на 30, на 40 лучше. Это однозначно. Так что единственное, знаете, еще минус есть в чем здесь, конечно, у повелителя стихий, то, что необходимо нам 2 трехзвездочные книги, да? А ШиЕ в принципе достаточно одной. Главное то, что у нас, чтобы луч был и в принципе все, можно фармить. То есть луч и фармим на силе небес. Как только мы берем 50% время перезарядки, можно переходить тогда просто на луч. Ну и как обычно, разыграем 4 промокода среди людей, которые написали комментарий к предыдущему ролику. Лайко за видос от души, за полезные видео. Спасибо, что лайкаете и смотрите. И к сожалению, имени я не вижу, так что ты мне напиши и пришли, пожалуйста, скриншот. Второе. АУ-6 частенько выигрывается в последнее время, по-моему. Но хорош, теперь можно и в топ-50 отметить. Да, кстати, я уже там на 90-м месте, по-моему, что ли. АТАТАН 7407, лайком за видео, удачи в игре, ГЦС место в топ-100, спасибо. И последний. КОБЕР 4477, молодец, топ-100, это не так легко. Спасибо. Друзья, я исправил видео, не забывайте ставить лайки. Всем удачи и пока. Субтитры сделал DimaTorzok